Ева, мы сейчас промываем гречку Вечер Замоченную Половина банана Немножко растительного молока И Рахистую пасту Бабушка пришла, Ева Жик-жик и готова, да? Жик-жик Жик-жик Здрасте Несмотря на то, что это формат влога Я решила поставить камеру и Немножко статично с вами поболтать На тему подарков Я подготовила для вас, для себя, для нас, для всех Списочек из семи универсальных подарков На Новый год На самом деле, конечно, не обязательно это на Новый год В целом, хорошие подарки на любой праздник Я отправила к тем временем маму с Евой погулять Съели мы гречку нашу Попили чай и я еще один чай себе заварила Чтобы с вами уютненько болтать И вообще-то накрасилась ради этого разговора Потому что стрелки я делаю сейчас очень редко Вообще, как у меня устроена жизнь с подарками Я немного работаю на опережение Возьмите себе на заметку этот лайфхак, если вам понравится У меня просто есть заметка под названием подарки И подарки разным людям, например, маме, Денису, маме Дениса, моим родственникам, подругам Я их вот так распределила по категориям И в любой момент времени, в течение года, неважно когда В разговоре все равно проскальзывает какая-то хотелка Какая-то штучка, которая интересует человека И я сразу же это записываю Это было поначалу не так просто Потому что нужно об этом помнить Нужно всегда как бы быть на чеку Но сейчас это меня так выручает Это так экономит мое время И самое главное, я знаю, что это точно будет нужно человеку И он прямо, знаете, с таким вот трепетом потом Как ты вспомнила? А ты откуда знаешь? И это еще приятнее Но вот эти подарки, они тоже очень приятные Они универсальные Они всегда будут нужны, как я считаю На первое место я поставила такую штуку Как трекер привычек, либо планер магнитный У меня просто написано от руки И я иногда тяжело разбираю свой же почерк Для меня это, наверное, открытие 2020 года А именно планеры на неделю, на месяц Который клеится на холодильник Я такое видела только в американских, знаете, фильмах Когда там большая семья И у каждого какие-то секции Чтобы вы в целом не терялись И знали у кого что когда происходит Вы пишите какие-то события У меня есть планер на неделю в питании И это супер штука Стоит только один раз в неделю засесть И продумать меню на ближайшую неделю Потому что мы в основном питаемся дома Готовим дома И чтобы все в целом было как бы сбалансировано комплиментарно Я сажусь раз в неделю и записываю рацион И в нужный момент, например, там четверг Время пришло обеда И вот как всегда этот вопрос А что приготовить? Хотя у тебя шкафы ломятся от еды От всяких круп, от овощей, фруктов и так далее Но конкретного решения тебе не хватает В этом же пункте я написала трекер привычек Тоже очень классная штука Есть такие в интернете, которые можно распечатать Но есть более красиво оформленные, более дорогие Там трекеры привычек Ты каждый день должен заштриховать, например, кружок Если ты выпил стакан воды Если сделала зарядку Ну, в общем, у каждого свои привычки И когда ты это наглядно видишь Это намного легче не забывать делать И намного легче дисциплинировать себя Второй пункт Это набор эко-штучек Что сюда может войти? Фруктовки и, например, шоппер С которым человек будет ходить в магазин Все ходят в магазин Все покупают картошку, морковку, там, не знаю, перец И все покупают пакеты И всем можно говорить Stop it Даже если ваш друг или тот, кому вы дарите, не интересуется Казалось бы, вообще этой темой Может быть, это повод просветить и просто рассказать Очень так нативно, очень мягко, плавненько Следующий классный подарок Это пробковая доска-мутборд Такие доски продаются в Икеи Их легко можно найти Их можно легко найти в обычных каких-то строительных магазинах Канцелярских магазинах Короче говоря, суть в том, что это пробковая доска На которую человек будет вешать все, что ему нравится Все, что его вдохновляет И вы можете заранее для него подготовиться Распечатать какие-то либо ваши совместные фотографии Либо то, что вы знаете, что ему нравится Или ему хочется Это как будет, типа, доска визуализации Или доска просто вдохновения Можно это еще оформить, если вы хотите заморочиться совсем Светодиодной гирляндой Потому что светодиодная гирлянда часто имеет выход к батарейкам И не нужно ее подключать обязательно в розетку Извините, пожалуйста Вот видите, как здесь у нас по периметру Оформить светодиодной гирляндой И ее спрятать где-нибудь сзади Следующий пункт Это такой беспроигрышный квартет Как я его назвала В этот квартет входит Книга Какая-нибудь вкусняшка Какая-нибудь бьюти-штучка И носочки Если вам, например, интересны книги, которые я прочитала Которые рекомендую Которые мне очень нравятся Вы можете зайти ко мне в инстаграм-сторис И в актуальных найти аж два закрепленных актуальных сторис Под названием книги и книги 2 Следующее мое предложение Это сертификат на массаж-фотосессию-фгончарную Точнее не тире, а как это слэш называется Посмотрите в вашем городе Есть ли гончарные мастерские Проводят ли там мастер-классы Можно ли прийти и слепить себе самому кружку, тарелку Это невероятная эмоция Это невероятное впечатление Я понимаю, что тут уходит, конечно, вопрос в бюджет Потому что где-то массаж нормально будет стоить от полутора тысяч рублей Можно, можно подойти оригинально И подарить знакомому или другу Или кому вы хотите подарить Сертификат на массаж от вас И заранее действительно подготовиться Посмотреть там пару-тройку роликов на ютуб Ну без такого, что медицинский массаж Какой-то какие-то точки нажимать А просто расслабляющий массаж Поглаживание Какие-то базовые элементы И это тоже будет очень приятно Еще и вы своими руками в прямом смысле сделали Без вложений, между прочим Следующий подарок это печенье И мы с вами, кстати, в рамках моих новогодних влогов Обязательно испечем печенье Причем без молока, без яиц и без сливочного масла Будет имбирное печенье Очень вкусное Но вы можете испечь абсолютно любое печенье И самое главное, что чем больше вы испечете Тем лучше, потому что Это может быть как отдельный вид подарка Если вы очень красиво это оформите Там перевяжете бечевкой Как-то завернете Напишите какую-то записочку А может быть это как дополнение ко всем подаркам Буквально по 2-3 печеньки Это будет очень ценно, то что вы сами приготовили Сами испекли, подарили И последний мой вариант подарка Это термокружка Тоже сейчас очень актуальная вещь Все пьют кофе, пьют чай Это становится повсеместной нормой И куча этих пластиковых стаканчиков Которые люди бесконечно берут И выбрасывают тут же Спустя минуту использования А они, как мы знаем, не перерабатываются Потому что они нифига не бумажные И нифига не пластиковые Там такой материал, который и не разделяется между собой И никак не перерабатывается Его никуда не деть, это просто, вот просто мусор Этого сейчас очень много Поэтому всем огромное спасибо, кто переходит на термокружки Те, кто не забывают с собой брать их И просить в свой стакан наливать И последний пункт То есть это уже не пункт подарка А мой вариант упаковки Более или менее экологичный Потому что сколько же упаковочной бумаги Из фольги, из пластика тратится На то, чтобы на секундочку порадовать человека Я не против, конечно, радовать другого Это здорово, это классно Но я вот в этом году начала уже задумываться о том Куда это все девается И нужно ли мне это То есть действительно ли стоит вот эта секундная радость От упаковки там зеленой, красной, фольгированной бумаги Того, что это сразу же уйдет в мусорку Самый классный вариант, который я для себя нашла Классные упаковки Это тот же самый мешочек любой типа фруктовки Которая будет дальше использоваться этим человеком Если это, конечно, не портит ваш вид подарка Например, что-то такое маленькое Вот смотрите, напротив меня лежит Это один из семи подарков, которые я разыгрываю в каждом влоге Я бы не сказала, что это выглядит как-то плохо А самое главное, что девочка, которая это достанется Дальше может использовать это, взвешивать здесь фрукты, овощи И не выбросит это Это классно Вариант подороже Это шопперс, с которым можно будет ходить в магазин То есть это большая сумка матерчатая Не смейтесь надо мной, но следующий вариант Я предложу газету И я вам скажу, что это очень даже стильно смотрится Раньше у нас там бабушки заворачивали в газетку варенье, чтобы оно не разбилось Но, в принципе, если завернуть красиво подарок в газету И перевязать бечевкой Такой, знаете, очень будет стильно смотреться Вот такие у меня для вас варианты Я надеюсь, что что-то вам было полезно из этого списка К слову о розыгрыше В этом видео я разыгрываю опять много всего Здесь и для волос, и для бровей, и для губ Бьюти радости И условия, как всегда Подписка на мой ютуб канал На мой инстаграм И, внимание, нужно найти вот этот пост в моем инстаграме И написать любой комментарий к нему Вот и все Вы автоматически становитесь участником нашего конкурса У меня сегодня по плану косметолог И я на самом деле очень большая молодец, что так разукрасилась Потому что буквально через 2 часа я буду все это стирать, смывать Мне буду делать чистку лица Ооо, про Дениса же! Так хотела сказать, только, наверное, сейчас уже много говорю Про кофейню Но, наверное, я скажу это в следующем влоге Потому что сегодня уже многое наболтала И нужно контент разбавлять как бы немножко Чтобы было всем интересно Я побежала Сейчас будем смывать мне всю красоту А еще меня будут ругать за расковаренные губы Сейчас буду несколько дней вот такая вот красота ходить А потом еще будет шелушиться кожа У меня всегда после пилинга на второй, на третий день шелушится кожа Зато кожа чистая вообще В Новый год с новой кожей С новыми порами Догоню, 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 догоню А я догоню, догоню, догоню Догоню, догоню Щечка Итак, новости к этому часу Раз я с красной помадой Значит, я была на танцах У нас была такая экстренная тренировка Внеплановая Потому что нужно было отработать один элемент И мы с девочками встретились У меня, знаете, максимально классная комба на лице Я вся красная после чистки лица Стрелки с утреннего макияжа И еще красная помада, потому что были танцы Я пришла голоднючая И ем прямо со сковородки Потому что, на самом деле, потому что так даже вкуснее Здесь у нас стручковая фасоль Брокколи Очень приятно, наверное, смотреть на человека, который ест А тут макарошки с грибами И с кедровыми орешками Я, на самом деле, буду сейчас что-то готовить для Евы Один из самых моих любимых Даже не то, что перекусок Я даже не могу назвать перекус Потому что это полноценный прием пищи, по сути Это смузи Во-первых, я туда добавляю всегда черную смородину Это офигенная порция витамина С Она у нас, конечно, заморожена Банан Семена льна Обязательно семена льна Гранола, которая там без сахара, там чисто Овсяные хлопья запеченные Растительное молоко, обогченное кальция Получается такой, знаете, в напитке офигенный прием пищи Это вкусно, это сладенько И Ева вообще выпивает всю кружку спокойно Для меня было удивление, что бывает такая гранола Извините за шуршание Вот здесь кинуа запеченная, представляете? То есть не нужно варить Не нужно ничего с ним делать Просто закидывайте в смуги и едите А еще Я никогда не остановлюсь разговаривать Можно закинуть туда скуп протеина Один! Ты чуможай маленький Нарисуй на зеркале мяу Ева, а там кто? Ляля Тебе нравится пена? Пена Ева, дай пять Пена Дай другую пять Ева, бульбуль Бульбуль Смузи будешь пить еще? Ай, вкусно как Да что, это был мини-танец радости Смотри в зеркало, какая ты красивая Дядя Да, дядя Ты сказала дядя Но ты стала похожа на дядя, да? А сейчас будем кремом, да, Малюта? Это, кстати, зубная щетка От форового подарочек К рождению Евы Еще полтора года Очень она классная Мы в комбинации с монопучком Чистим Еве зубы Молодец Вот такая штуковина позволяет Хорошо зубки детские чистить Со всех сторон Вечерние мазюкалки Это единственный продукт, который я наношу на все тело после душа Особенно сейчас зимой Кожа очень сохнет Мне кажется, масло это единственное, что вообще меня спасает Потому что оно вот такое концентрированное, жирное Ну и то, что это натуральный состав, конечно А, кстати, насчет лица Косметолог сегодня сказала, так как была чистка Привычный уход не наносить В плане тоника Сереть лицо хлоргексидином И крем обычный нанести Ева, иди ко мне Не-не-не, не трогай камеру, зайка Иди ко мне, если хочешь Ева тоже вся уже в креме Только в своем Ой, молодец И заодно покажись Вот мне пол лица Все белое Это червячки Извините за подробности, конечно Но особенно стопы Особенно пятки Это то, что в первую очередь у меня вообще всегда сохнет Поэтому не забываем про них А еще параллельно приятно себе делать массажик Сейчас так классно, что Ева В принципе уже позволяет Ухаживать за собой Вообще в полной мере Она бегает там вокруг Ты уселся на пол Желательно быть на ее уровне Потому что если ты где-нибудь там Около зеркала наверху И ей станет интересно, что там происходит А если ты сел на ее уровень Еще всякие бутылечки растапим рядышком Ева, Ева, не надо, не надо Эта камера снимает Она хотела вас унести только что Не надо Не надо Не Не Отпусти, пожалуйста Ева, лучше дай, пожалуйста, мне лягушку Можно отвлечь Флоргексидинчик На обратный диск Точнее на многоразовый диск Ты хочешь снять платьишко? Тогда Ева в камеру не попадает У нас будет запрещенный контент Все, Евочка, будем прощаться, да? Прощаемся ненадолго До завтра Поцелуй маму в носик И еще Это комочек маленький такой Редактор субтитров А.Семкин